Сегодня в Бурятии были 2000 школьников, сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. За ним наблюдает 50 общественных экспертов. Штаб расположился здесь, в Институте образовательной политики. У кого какой район? Багдарин? Токсимо? Кабанск? Сегодня у нас 50 наблюдателей. Они наблюдают за ПП всех районов Республики Бурятия. При этом стоит отметить, что они не выбирают аудиторию. То есть аудитория им назначается автоматически. Когда наблюдатель открывает, максимально он может наблюдать за шестью аудиториями одновременно. Нужно было пройти курс, обучение, и после чего мы проходили тестирование, где нужно было пройти определенный порог по баллам. Нужно обращать внимание обязательно на участников ЕГЭ, как они себя ведут. Ну и конечно же смотреть, чтобы организаторы сами не нарушали правила. Подозрительное поведение, часто дергается, поправляет рукава. Возможно, что он может там шпаргалку прятать. Также не могут на стул класть шпаргалку, бумагу. Или могут вытащить телефон аккуратно, что-нибудь такое. А вы сами когда-нибудь пользовались шпаргалками? Ну вот так, честно. Ну да, я думаю, все пользовались. Куда прятали? Ну, в руках. Что-то такое. Ну то есть вы знаете, да, уже вот эти все моменты, куда можно спрятать? Да, но на ЕГЭ, на экзаменах так я не пользовалась. Это так, где контрольные по школе. Если есть прям явные подозрения, мы ставим метку. И ПП, которому отправляются, эта метка отрабатывает, а не проверяет его. А если шпаргалка, то что? Ну, его удаляют с экзамена. Не жалко школьников? Недавно же вы сами учились. Жалко? Ну а что сделаешь?